Я не могу понять, что-то я очень плохо вижу сейчас. А, всё, я поняла, что бубен, да? Это? Да, всё-всё-всё. Нет, это особый ритуальный такой предмет. А я смотрю, вроде как или бисером, не могу понять. Ладно, ну, может, нельзя, тебе трудно. Не страшно. Здесь идут два таких тивота, но удаляется, то есть это для очищения пространства. Понятно. Это используется в шаманской практике, в славянской, в тибетской и в некоторых тантрических практиках Индии. Ты видела, как только что пространство резко очистишь? Вот это волшебный там-танк. Волна эта самая. Считается, что нечисть убегает от таких звуков? Да. Они им не нравятся? Совсем не нравятся. Вплоть до того, что если нечисть в соседнем помещении проводит свою лекцию, она прямо прибегает и говорит, чем вы тут занимаетесь, мы не можем, как же это она сказала? Нет. Трансцентализировать подсознание в какой-то там астрал, я так и не понял, в какой. Надо было спросить, а тут она бы объяснила. Транс, 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 в общем, транс. Повторяйте, пожалуйста. Прежде славу возношу великому шукра рахману. Прежде славу возношу великому шукру рахману. Другу искателю ра. Изначальному духовному учителю славян. Изначальному духовному учителю славян. Саура, саура, раи, раи. Сау, 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 вышний, сау, вышний, вышний, сэ, вышний, сау, сау. Сау, 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 сау. Повторяйте, пожалуйста. Пëруне. Пэру'нас. Пейди и охрани нас. Пейди и охрани нас. Пейди и охрани нас. Пейди к нам ветрами благо несущими. Пейди к нам благо несущими. О Диа о велесе. Ибо Твоёны не всё есть. Благослови нас на православление. Пусть умножаются плоды и коров священных поголовья. Пусть умножаются плоды и коров священных поголовья. Пусть умножаются плоды и коров священных поголовья. Слава Тебе, Всевышний Раб! Великий Боже наш! И знаем, что прави, мудрость и мудрость Ты нам дашь. Слава Тебе за то, что Ты Вселенную сотворил. Наших дедов прекрасной жизнью наделил. Наших дедов прекрасной жизнью наделил. Слава, благодарность и хвала! Тебе, о Вышний Боже, Раб! Тебе, о Вышний Боже, Раб! И будет в нашем сердце во все времена. И будет в нашем сердце во все времена. Любовь и радость огнена. Любовь и радость огнена. Сау-ра, саура! Рай-рай, сау-сау-сау! Вышний, сау-вышний! Вышний, сэ-вышний! Сау-сау! Саура, Саура, Рай-рай Сау, 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 Вышний, Сау, Вышний, Вышний, Всевышний, Сау, Сау, Сиева, Сиева, Истанра, Живя. Слава Тебе, Всевышний, Великий Божий наш, Благодарим Тебя, что Ты Вселенную явил. Слава Тебе, Всевышний, Тот, Кто создал Аллатара, Слава Тебе, Всевышний, Твоя слава и есть свята, Слава Тебе, Всевышний, Ира, Слава Тебе, Всевышний, Ира, Ты Тот, Кто всех Вселенных есть правитель. Слава Тебе, Всевышний, Ира, Ты, Дашь Бог, Всеживитель, Ты сходил к нам на землю, и Ты же Вседержитель. Слава Тебе, Ибо прав мудрость и славь Ты родил, из них произошли. Ноам, зембок, перун, ви иди, Истан Бог на зем сию сошел, Истан Бог на зем сию сошел, И про предков от смерти к славе вел. И про предков от смерти к славе Бога. Слава, благодарность и хвала. Тебе, о Вышний Божий, рад. И пребудет в нашем сердце во все времена. Любовь и радость огнена. Любовь и радость огнена. Саура, саура, рай-рай, сау, сау. Сау, Вышний, сау, Вышний, Вышний все. Вышний, сау, сау. Саура, саура, рай-рай, сау, сау. Сау, Вышний, сау, Вышний, Вышний все, Вышний, сау, сау. Саура, саура, рай-рай, сау, 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 Вышний, сау, Вышний все, Вышний, сау, сау. Слався, слався, Вышний Ра, ибо вся слава есть Твоя, ибо вся слава есть Твоя. Слався и живо, Матерь Сва, Гайсва Сау, Гайсва Саура. Слався и живо, Слався и живо, Гайсва Сау, Гайсва Саура. Слався и живо, Матерь Сва, очисти наши души и тела. Очисти наши души и тела. Саура, Саура, Рай-Рай Сау, 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 Вышний Сау, Вышний Сау, Вышний Сау. Сау, Саура, Саура, Рай-Рай Сау, 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 Вышний Сау, Вышний Се, Вышний Сау, Сау. Саура, Сау, Рай-Рай Сау, 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 Вышний Сау, Вышний Сау, Вышний Сау. Готовы отрешиться от внешних раздражителей и приступить к медитации. Необходимо отрешиться от внешних раздражителей и сосредоточить внимание или на внутреннем самосозерцании, или, если это тяжеловато, можно на огне. Полностью настроившись на внутреннее самосозерцание необходимо начать постепенно просматривать прошедший год. От прошлого Рождества Божича до сегодня необходимо просматривать уверенно и точно, разбирая случившееся с нами события и вспоминая их. Все то, что, как нам кажется, было для нас благом, необходимо поместить на десницу, правую руку. Все то, что, как нам кажется, было для нас злом, необходимо поместить на шуйцу левую руку, рассматривая прошедший год и разбирая случившееся в нем события, размещая их на соответствующих руках. И мы должны понять, что все, что с нами случилось благое, за это ответственный Белобог, Бог абсолютного добра. Все, что с нами случилось какое-то зло, за это ответственный черно-бог, Бог абсолютного зла. Но и тот, и другой, это просто наши учителя в школе под названием Вселенная, создателем которой и управителем является Всевышний, Пробог, Сверхбог, Ра. Просматриваем случившееся с нами события. Соединяем получившийся у нас поток его единый. И видим, как он закрутился, подобно тому знаку, который в восточной системе называется инь-янь. Начинаем задумывать наши праведные замыслы, которые нам необходимо исполнить для нашего духовного развития и процветания родов наших в следующем году. И соответственно помещаем их в получившийся у нас энергетический шар. На их осуществление мы просим благословения у Всевышнего Ра, у светлых и многомудрых богов и у пропредков наших. И видим, как Всевышний Ра, проявленный повсеместно, как Сверхдух этой Вселенной, и проявленный, как Солнце Бог, и как Правий всей этой Вселенной, находясь во множестве своих проявлений, посылает лучи света, которые с разных сторон питают и усиливают получившийся у нас шар. Своими светлыми силами, светлыми лучами боги и прародители наши тоже питают, укрепляют и увеличивают получившийся у нас шар. А мы в это время продумываем наши праведные замыслы как можно более четко и ясно. Ибо от того, насколько четко, насколько ясно и целеустремленно мы их продумаем, от этого напрямую зависит их осуществление. Мы должны видеть конечную цель. Мы должны видеть путь к этой цели и то, как мы его пройдем. Видим, что наполнившись благодатной светлой силой Всевышнего Ра, богов и пропредков наших, с благословения древних святых, шар растет, растет и увеличиваясь, постепенно соединяется с пространством всей Вселенной. Увидев, как наш шар с нашими праведными замыслами соединился с пространством всей Вселенной, мы получаем от Всевышнего Ра и богов завет, что наши праведные замыслы обязательно сбудутся. Посему благодарим богов и пропредков наших, расславляем Ра и постепенно возвращаемся. Мы ведаем, что мы сверхвечные искры духи, самостоятельные частицы силы и славы Всевышнего Ра, которые в начале начал получили свои души, и с тех пор меняем тела в вечном круге перевоплощений. Мы ведаем, что Всевышний Ра есть истоком всего сущего, ведаем, что Он любящий Отец и Дед наш, Он род всех родов родитель, Он всеживитель, Он всенижний вседержитель, Он всевышний всеуправитель. Ведая сие, будем прославлять святые имена Ра, воспевая Его славу и свет, которые суть проявления Ра. Саура, саура, рай рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, вышний, все вышний, сау, сау. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, вышний, все вышний, Сау, сау, саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, вышний все, вышний, сау, сау, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, вышний все, вышний, сау, 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 саура. Саура, рай, рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, вышний все, вышний, сау, сау. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, сау, вышний все, вышний, сау, сау. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, вышний все, вышний, сау, сау, сиева, сиева, истанра, джевиа. Сау. Всевышний рай удерживает весь свет силой прави, прави священной основой, из которой проистекает мудрость, а также яв и навь. Мы же прославляем правь, и посему будем мудрыми и уславленными в яви. Слава прави матери нашей. И будем всегда верны ей. Прави. Родная мать наша. Слава тебе. И будем прославлять тебя. Своими помыслами, устремлениями и делами. Прави. Родная мать наша. Слава тебе. Прославленная. Ты держишь всю землю себе. Прави, родная мать наша, слава тебе, будь сверхвечно всепрославляемая, о Вышняя Рада, краще и слава, прави, родная мать наша, слава тебе, ибо ты научаешь раб прославлять. Прави, родная мать наша, слава тебе, ибо ведаем, что только идя Твоей стезой, можно счастье достигнуть. Прави, родная мать наша, слава тебе, ибо улыб тебе, чтобы ты научила нас правоведным делам. Прави, родная мать наша, слава тебе, прославлять Тебя, и раз есть Высшая Радость мне, прави, родная мать наша, слава тебе, молвим Тебе, чтобы Ты научила нас правоведным делам. Прави, родная мать наша, слава тебе, слава тебе. Рай, рай, сау, 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 вышни, сау, вышни, вышни все, вышни, сау, сау, саура, саура. Рай, рай, сау, 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 Вышни, сау, Вышни, все, Вышни, сау, 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 Ра, сау, Ра, рай, рай, сау, 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 Вышни, сау, Вышни, все, Вышни, сау, сау, сиева, сиева, Истанра живял. О Всевышний Рад, Мы искренне любим Тебя. О Великославная Рада, Мы искренне любим Тебя. О Атче, Истанбоже Святой, Мы искренне любим Тебя. Мы искренне любим Тебя. О Тату, Число Божье Старый, Мы искренне любим Тебя. О Всебожье, Мы искренне любим Вас. О Вселенная, Мы искренне любим Тебя. О Отец, Земь Бог Крепкий, Мы искренне любим Тебя. О Матерь, Земь Радная, Мы искренне любим Тебя. О Мать-Земь родная, мы искренне любим Тебя. О Святая Великая Раса, мы искренне любим Тебя. О Всепрославляемая Древняя Ратая, мы искренне любим Тебя. О Дониданна, мы искренне любим Вас. О Перуны Каляда, мы искренне любим Вас. О Прекрасные Небеса, мы искренне любим Вас. О Дремучие Леса, мы искренне любим Вас. О Великие Поля, мы искренне любим Вас. О Дон Праве Днепро, О Дон Истана Раднистро, О Дон Айю, О Дон Ас, Бог Десна, Припят Сян и Рос, мы искренне любим Вас. О Марья Наши, широкие и глубокие, мы искренне любим Вас. О Десградье, родное, мы искренне любим Тебя. О Прапредки и Родичи наши, мы искренне любим Вас. О Святейший Духовный Учитель Раян Правейслав, мы искренне любим Тебя. О Всевышний Ра, искренная любовь, истинная любовь, изначальная любовь, лишь к Тебе. Истинная любовь, изначальная любовь, лишь к Тебе. Саура, саура, рай, рай, сау, сау, сау. Саура, саура, рай, сау, сау, сау. Саура, саура, рай, сау, сау, сау. Вышний, сау, 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 сау. Вышний, сау, 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 сау. Вышний, сау, сау, сау. Сау, сау, сау. Сау, сау, сау. Чтобы читать славление, я должен не просто взять текст. Я могу взять текст хоть транслитерацией на китайском языке читать. Любой текст можно читать, но надо на образы настроиться. И для того, чтобы на эти образы настроиться, у меня все мозги выворачивались, когда я начал настраиваться на эти образы через российский язык. Ну, российский, да, правильно. Но когда я на него настроился, то сейчас как бы обратно. Лучше уж так пока. Потому что это надо, соответственно, настраиваться на образ каждого слова. А ты переводил на русский? Кому? То есть, ну, свои... Нет, это еще старый вариант перевода. Есть традиционный русский вариант. Я пытался сделать, но кто меня решил взять такой, как есть? Угу, понял. Я только чуть-чуть его откорректировал. Есть традиционный, даже польский вариант. Польский вариант вообще страх. На эти образы мне годами надо настраиваться. Угу. Я вот когда пытался на образы себе настроиться один раз, мне с железяка в ногу попало. Ну, не могу понять в смысле, какие-то нехорошие образы, что ли, или как? Да нет. Просто я стоял, человек вместо вагнища эту железяку мне в ногу бросил. Не Креппу его сейчас назвали. Нет, нет. Это уже и его духовный совет. Советники сейчас там поляков выбрали. Ага. Я сейчас вообще не знаю, что там делается. Я с ними не общаюсь. Они со мной не общаются. Ну, через кого-то, может. Они это самое... Мне последнее, что сказали, это написали, что они меня исключают из списка, состава и реестр. Какой кошмар? Жалко, что еще есть перечни и каталог, они исключили. А, ну, так я же тебе надежды осталось. А, то есть ты уже не сторонник. Не, ну интересно вообще получается. Списка, состава и реестр. Сколько еще синонимов таких можно набрать? Ага. Мне интересно просто. Ага. И причем не электронной почтой никак, а туда всего в таком запечатанном конверте. Есть обклеенный марками там. Ага. Вообще страх. Я его еще привезу, когда-то покажу. Ага. А то чудовище. Ладно. Ну, все-таки мы прославляем Всевышнего. Настраиваемся на высшую полну. О свет прекрасный, наполнись счастьем. О свет прекрасный, наполнись счастьем. Да будет истинное счастье всем в тебе живущим. Да будет истинное счастье всем в тебе живущим. Да будет счастье. Да будет счастье. Витает свастье. Витает свастье. Слава нашего Отца. Слава нашего Отца. Ибо все мы едины. Ибо все мы едины. Слава Ротая. Слава Ротая. Слава Святой Рассе. Слава Святой Рассе. Слава Святой Рассе. Все мы дети рода. Все мы дети рода. И вдохновляет нас природа. И вдохновляет нас природа. И мы мудрые, здоровые и богатые. И мы мудрые, здоровые и богатые. Ибо в православии завзяты. Саура, саура, рай-рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, всевышний, сау, сау, сау. Ибо в православии завзяты. Саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, вышний, все вышний. Сау, сау, саура, саура, рай, рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, все вышний. Сау, сау, саура, саура, рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, все вышний. Сау, сау, сиева, сиева, истанра, живия, аум сварам, сварам, ха, сагас. Сау, 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 сау Сау-сау-вышний, сау-вышний, вышний-все-вышний, сау-сау-сау. Сау-ра-а, сау-ра, рай-рай, сау-сау-сау-вышний. Вышний-все-вышний, сау-сау. К тебе наша благодарность, слава и хвала. Слава, благодарность, любовь и хвала. Тебе, о все сверхбожие, о прабожие, сау-вышний. Сау сау. Аум-свара, аум-свара, сварга, аум-свара, аум-свара, сварга, сиева, сиева, истанра живия, Сау-ра, сау-ра, рай-рай, сау-сау-сау, вышни, сау-вышни, вышни, все вышни, сау-сау. О Всевышний Ра, Ты в нас и мы в Тебе. Ты опора и вершина. Ты последствия причины. Да прославит Тебя каждая Твоя Детина. Саура, Саура, Рай, Рай, Сау, 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 Вышний, Сау, Вышний, Вышний, Всевышний, Сау, Саура, Саура, Рай, Рай, Сау, 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 Вышний, Всевышний, Сау, Сау. О Всевышний Рад, любовь к Тебе священна, и очищает нас она, а мы все прославляем Тебя, о Всевышний Рад, Саура, о Святовитх, который летает, и нас счастьем наполняет, и нас счастьем наполняет, о праве и праве и уложитель, о дождь Бог Всеживитель, о род наш Всеродитель, о Всесвятитель, Тебе мы славу и благодарность воспеваем, Тебя во все про Божие прославляем. Саура, Саура, рай рай Сау, Сау, Вышний, Сау, Вышний, Вышний все, Вышний Сау, Сау, Сиева, сиева, истандра живия, аум свара, сварха, сагас. Сиева, сиева, истандра живия, аум свара, сварха, сагас. Сиева, сиева, истандра живия, аум свара, сагас. Рай, рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, вышний, все вышний, сау, сау, саура, сау, ра. Рай, рай, сау, 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 вышний, сау, вышний, вышний, все вышний, сау, сау. О Всевышний Ра, вся слава есть Тебе, а Тебя прославляет наивысшая радость мне. От всего мы славяне, мы православные, и во всех временах мы славные. Ибо к Тебе идем, священной стезей Саагаста, и умножится наша семья, и от одного произойдет больше ста, и видим, как родеет вся земра, и встала святая раса со священным всеочищающим именем Ра. Истан Бога Прапредка Ясного, и светится славная Ратая, ее мудрая глава. Сау-вышний, саура. Сау-вышний, саура. Сау-вышний, сау-вышний, сау-вышний. Сау-вышний, сау-вышний, сау-вышний. В лучах Ра дает нам мудрость Рада, Матерь Слава. И крепнет наш народ, вставая к славной жизни, ибо светится в душах каждого из нас святое имя. Сау-вышний, 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 сау-вышний. Сау-вышний, сау-вышний, сау-вышний. Сау-вышний, сау-вышний, сау-вышний. Вышний, всевышний, сау-вышний. Всевышнему всеславному сверхбогу Ра Слава! Слава-вышний, ради силий и слави Ра, Слава! Истам Богу Ариу Слава! Числа Богототу Слава! 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 Слава Краку и Анту, Рюрику и Олегу, слава! Слава, слава, слава! Игорю и Мирославу, Святославу и Даниле, слава! Слава, слава, слава! Ведетару и Родомыслу, Ведимиру и Сваславу, слава! Слава, слава, слава! Тарасу и Проверику, Якобу и Ануфрию, слава! Слава, слава, слава! Маркияну и Теодору, Льву и Владимиру, слава! Слава, слава, слава! Святейшему Духовному Учителю, Раяну правее славу. Слава! Всем рахманам, князям и людям праведным. Слава! Всевышнему Сверхбогу раз слава во всех его проявлениях. Слава! Слава! Слава всем всем славянам! Духовное Возрождение всем всем славянам! Слава всем всем славянам! Слава всем 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 духовного развития! Во славу Всевышнего Рада прибудет с вами мудрость и благодать Радов ваших, да будут с вами благословения духовных и учителей и богов, покровителей ваших, да будет вам осознание Всевышнего и осознание своей изначальной цели и своей изначальной духовной сущности. Слава! 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 Расскажи про маргариненных интернетовских обывателей, потому что к миру тебя там с рогами. Мне сказали, что это сатанисты какие-то и тому подобная нечисть, вот проходят какие-то ритуалы и еще интернет выставляют. Вот, ты уж поясни для... Да, сатаны у меня здесь нету. Это образ огнебога. Огнебог, он еще по-другому называется трехславный. Огонь проявляется как правья стихия в праве, а также в яви и в нами. То есть три стихии, три зубицы, у нас то же самое. То есть здесь не рога у него или это рога у него? Ну это не рога как таковые, это языки пламени. Если разобраться, то здесь у него не видно ни рук, ни ног. Ну, видно рога. Понимаешь? И это все языки пламени. Мы же просто неудачно ты сделал, потому что их надо было не так в сторону. Подожди, ты неправильно выяснишь. В середине жир идет. Вот в середине. Ну тогда он получается трехрогий какой-то. Нет, ну так это будет тоже больше похоже на языки пламени. Просто так оно реально похоже на рога. Ну я говорю только со стороны буквально. Ну хорошо, благодарю, что ты сказал. Обывателя, потому что выставят, ты понимаешь, то есть все он наспил. Я знаю, тот же самый Робинович он там такую статью написал страшную. Там был дождь, один из славян московских. Делал капюшон во время славения. Он написал, что это он сделал, потому что у него там в голове какие-то электростанции растут прямо. Вот это да. Ну Робинович такая славянская фамилия. Что однозначно. А, это ты так назвал? Не, ну это он сам себя называл. Он так в интернете подписывался, тот самый Робинович. Это Игорь может подтвердить, кстати. И таки да, таки Робинович. Радослав, когда вы говорите вот Саура, нам тоже так руки делали? Хорошо, ладно. Вот так вот. Три стихи. Вот так вот. Три стихи. Три стихи. И трезубец наш. То есть, ну какие рога? Отчасти можно сказать рога. Не, ну оно очень похоже, честно тебе скажу. Я, честно говоря, сначала подозрел, что это тот, кому там жена... Верес. Да. То есть, и с этого как бы была такая идея. Верес другой. Здесь явно вот, если ты сюда присмотришься и с других сторон, будет видно языки пламени. Не, ну ты понял, я задал вопрос как бы даже больше не для себя. Я понимаю, в принципе у тебя нормальное понимание, поэтому у тебя никакого такого бреда в голове не появляется. Да, просто как это выставят, как это просто... У меня в голове такого, я даже не подумала, вот эти... Я более просто знаком, как люди выставляют что и... Ну я с такими не общаюсь. Вот. Ну... К сожалению, так оно и не... Вы не общаетесь с такими? Интересно, и Вась, кто только что видит. Вот. Это может вам кажется, что вы с такими не общаетесь? Да. Наверное, вот прежде чем как бы... Я не знаю, даже символику какую-то делать, то есть вот стоит какого-то обывателя пригласить, и чтобы... Вот что вы думаете об этом? Что вот вы скажете? То есть... Такое... Чуть-чуть такой уклу надо делать, потому что может прийти какой-то... Ну у нас уже такие... Либо полная каша в голове, либо... Либо голова пустая и не соображает, да? То есть... Стоит все-таки спросить, чтобы... Либо эта каша уже скисла? Не было... Много вариантов с кашей, поселем и так далее есть, согласен. Мне вот очень понравился тот вариант перевода... Я вопрос... То есть... Чтобы... Скажем так... Когда день приговор состоится, чтобы я там за 2-3 дня знал хотя бы... На скайпе что ли? Ну... Как ты с ними свяжешься или это самое... Да я с ними не связываюсь просто... Не, ну... Мне вот один раз человек позвонил по скайпу, говорит, скоро в конференцию будет вторжение, готовься. Ага... Так нет... Они там сопли пускают, слюни в комментарии какие-то, цитаты... Ну... Ты просто отпишешь, что ребята, давайте встретимся и обговорим, какие есть претензии. Вот... Ну, например, это когда тот же самый Рабинович открыто подписывается, что он Рабинович. А когда у меня там на конференции появляется какой-то товарищ под ним Жедебор Русоспас. Причем я открываю его личные данные, смотрю, Израиль, город Ватикан. Ага... То есть у человека мало того, что с головой не все в порядке, он даже географию все перепутал. У него Ватикан... Нет, он не перепутал. Он просто такой Жедебор, и все сильно борются, что ему надо прятаться в Ватикане, который в Израиле находится. Тут очень понятно... Потом там еще... У меня... Ну, Жедеевую там достанут ничего... Завелся какой-то... Ари-арез, Жи-да-дав. Кто у меня еще там... Слушай, ты там поставь ссылку на Дурдом Степановка, и пускай они туда все идут. Там есть много... У них... Как там... На одном волне будут общаться с людьми. И они там будут... В среде своих. А получилось, что это не сразу я заметил, что у меня такое на конференции творится. Ага. И там люди с ними боролись относительно долго. Я понял. Нет, так я говорю за тех, кто вот реально в лицо говорит и как бы своего лица не прячет. Я зайду и говорю, кто там... Ну а тот же самый Робинович, как таково, он сейчас запрятался. Он сейчас статьи пишет и выкладывает. Ты... Речь о ком она говорила здесь. Так вот о нем. А вот как раз о Робинович. Это он? Да, да. Ну он сейчас, слава богу, его не дергает. Это самое главное. Да нет. Ну вот он тогда гадости делал мелкие, а сейчас он запрятался. Затиск, да? Да, слава богу. Просто если есть у него такое большое желание, я обычно приветствую диалог в лицо. То есть давай, первое, ты там кто-то там, к чему они обвиняли? Радуслав, Ладик, они обвиняли его везде. Везде. Но это было год назад уже, все везде было выложено. То, что он аферист. Ну хорошо, первое, аферист, претензии по поводу. Они предъявили, я же тебе рассказываю. В лицо сразу. Да, предъявили. Ты в лицо ответил? Или как? Или ответа нет? Ну как? Мы встретились там, на Дерибасовской. И я, в принципе, сказал, что нет, таких фактов не было. И кроме того, когда он там начал вообще говорить, что это на самом деле не знак никакой ротаи, это кельтский крест. Но тут вообще я уже не нашелся даже как это пытаться ему доказывать, что это не так. Потому что это и Хиневичем, и кем только не публиковалась карта Меркатора. Ну вот она здесь на наклейках присутствует. Вот она. Карта Меркатора, которая показывает нашу прародину северную. Это все равно же сейчас начать пытаться доказывать, что земля круглая. Я даже уже не знаю, с чего начать. А как можно доказать вот за этот символ, о котором шла речь, что, допустим, его освещали 16 рахманов? Как он это докажет? Не понимаю. Ну да, кстати, там большая претенция была по поводу этого символа, что там его освещали, а ты его там вообще где-то купил. Не совсем так. Или там кто-то его делал. Он сказал, что вот тот один из общинников, что тот общинник его делал вроде бы. Ну нет, я общался с ним, да. Он сказал, что якобы да, он его делал, что он узнал символ. Так это тот символ или не тот? Он его делал? Он когда-то мне один символ делал ужасного качества. Ты его, по-моему, видел. Он очень похож на... Правильно, потому что я одолжил резинку у тех, кто это все делал. У меня же была идея здесь сделать альтернативное производство. Я помню. Чтобы постоянно не мучиться, не выпрашивать по одному значку, там чуть ли... Получается, меня уже достало то, что вместо того, чтобы поклоняться Всевышнему, его прославлять, от него что-то просить, например, духовного развития, сама сознание. Я должен чуть ли не идти поклоняться людям... Ювелирам. Не ювелирам, а вообще людям, которые занимаются административной работой, так сказать. В традиции для того, чтобы получить разрешение у ювелира чего-то там купить. Даже не то, что даром взять или еще что-то купить. Для этого еще надо там... Это был... Соответственно, когда вообще не появился человек, который сказал, что он такой великий весь ювелир, учащийся, я сразу же некоторые резинки одолжил, ему принес. Говорю, давай, сделай мне шуток. Он так пытался, пытался, говорит, ну вот это не получилось, вот то не получилось. Я сейчас еле-еле эту звезду сделал кое-как и испортил резинку. То есть почему? Потому что у них там сильная... Не знаю даже как это правильно назвать, но вот то, что воск вдувает в эту резинку. Ну я лендировал, чтобы понял, ты это объяснял уже. Просто я хочу вложить суть претензий, услышать, да, то есть ответ на... Хорошо, тогда я дорасскажу уже. Получается, он это сделал, он резинку испортил. Когда я обратно людям привез резинку, они мне сказали, что это такое? Ты портишь наши вообще предметы, это вредительство самое настоящее. После этого я уже потерял любую возможность одалживать эти резинки. А чтоб здесь это, это тяжелее уже сделать. И вот, соответственно, он, да, сделал эту полу, там, так сказать, звезду. Да, он там 300 с чем-то гривень за нее брал. Так оно, в принципе, и было. Но потом уже прошло время, в принципе. И та звезда, которая была заказана и которую я сначала сам оплатил, а потом все-таки Церихов за нее вернул деньги. Церихов уже Робинович. Он же там, как еще подписывается, Гризли. Ну, я понял. Гризли. Тот самый Робинович, Сексот Аладушек, Чертячка и так дальше. Ну, я понял. Ну, ну, то есть он ее купил. Да. И буквально через несколько дней он, соответственно, это все дело начал. А сам товарищ... Нет, так я не поняла, что это слабо. Ты ее впуливал, эту звезду, ты ему там ее насаждал. Как-то вот купи ее, потому что без нее там где жить не получится и так далее. Ты такая великая звезда. Ну, в принципе, допустим, если было бы так, что вот я за ним ходил бы и заставлял его купить эту звезду, то что, я такой ужасный и от меня нельзя никуда деться, что ли? Не, ну тут просто... Вот, допустим, если бы я ему сказал, сейчас настанет конец света, поэтому давай, бери звезду и тебе будет конец. Ну, соответственно, если бы он увидел, что здесь бред полный, то он мог бы сразу сказать, нет. С другой стороны, как информацию я предоставил, что вот, в принципе, едет в Одессу один человек, у которого есть некоторые предметы, имеющие определенную ритуальную силу. Если хочешь, давай сделай. Не хочешь? Ну, не хочешь. То есть он согласился и купил ее, да? Он не сразу согласился, он, вернее, сразу сказал, о, да, звезда 16 рахманов, все такое. Я говорю, ну, соответственно, деньги мне... И все, что у меня буквально было, до копейки я дал человеку, который приехал. Плюс я еще образом ему заплатил. Потому что сразу он мне не дал денег. Он дал деньги только через дней пять. Угу. Потом он дал деньги, я ему дал звезду, соответственно. Угу. Просто говорили, что там у тебя нет никакого контакта с этими рахманами, допуска к рахманам, нигде не признают. Вот такая была информация. Ну, сейчас уже, да, но не с точки зрения, что вот сами рахманы от меня отказались. А я тебе это открыто сегодня говорил. И это не то, что сегодня, это я через интернет говорил. И на славянском радио Беды Рая это сказал еще в начале сентября, что совет меня исключил из списка состава и регистра. Я понял. Но освещали звезду Ани, которую... Нет. Здесь надо чуть-чуть разобраться по-другому. Есть рахманы. Угу. Рахманы живут по территории Украины. Угу. Части Беларуси, отчасти Польши. Они между собой не контактируют, как правило, это пожилые дедушки, которые готовят своих сыновей и внуков. Угу. А они, вот по крайней мере, насколько тех, которых я знаю, стараются никуда вообще не выезжать. Уделяют практически все жизненное время изучению вед, передачи этого изучения, осознания. И вот сын, например, читает это все, идет к отцу и говорит, вот я прочитал и понял так. Я понял, правильно или нет. И, соответственно, отец начинает корректировать, что там идет уже дальнейшее какое-то обучение. Но в древности при Верховном Рахмане, который управлял своей традицией, был совет, который был предназначен для того, чтобы подсказывать Верховному Рахману самые лучшие варианты решения и передавать его волю остальным Рахманам. Угу. В тридцать девятом году Верховного Рахмана не стало. То есть последним это был Маркиенс Васлава Пшицкий. Его коммунисты куда-то задели, ну и с тех пор все. А совет стал Верховным органом власти в традиции. И теоретически, как если по всем духовным канонам, то Рахманы – высшая власть в традиции. Ну, везде в редах сказано, больше того, Всевышний даже так говорит. Если я появлюсь, но если Рахман не подтвердит этого явления, значит воспринимайте слово Рахмана, а не моё слово. Потому что Всевышний настолько доверял Рахманам, что Он им дал все данные, когда Он появится. Он им все передал и фактически им отдал, так сказать, все. Это те Рахманы, в которые ты говоришь, вот они разбросаны, хорошо, их 16. Как они тогда освещали эту звезду, если они не находятся? Во-первых, их не 16, их намного больше. А, ну в смысле вот 16? Человеку очень просто, который ездит, любому, в принципе, представителю совета, очень просто проехаться от одного к другому, поднести. Возили, я понял. Сказать, освети. Ну и, соответственно, там, не знаю, или попросить, хорошо, или как-то это мотивировать. Я понял тебя. И тогда следующий вопрос. А за что Рахманы тебя выключили с такого количества? Это не Рахманы. Так вот, я же хочу объяснить, что Рахманы теоретически верховная власть традиция. Теоретически, на данный момент. Хотя это полностью противоречит ведам. Веды говорят, что Рахманы должны быть и практически, и в любом смысле верховная власть. Но по-настоящему верховная власть это львовский совет. Потому что они сейчас делают с традицией, что хотят. Например, они переименовали ее в тройственную рахманскую традицию. А тройственную с чем? Подожди. Ну, им так захотелось, говоришь, Слав. И, соответственно, когда оставил тело Раян Правейслав, мой духовный учитель, они издали указ о восьмидесяти годах. Указ о восьмидесяти годах ясно предписывает, что на протяжении ближайших восьмидесяти лет любые виды активной внешней проповеди, устным, письменным, и они еще там перечислили все фактически возможные варианты, запрещаются. А я буквально через неделю поехал в Россию и приехал уже с изданной тайной книгой Иоанна. Когда меня позвали на заседание, я им принес книгу. Я говорю, вот он в качестве, так сказать, жертвовного отношения. И говорю, я не могу исполнить ваш указ, потому что есть воля Раяна Правейслава. И ссылаясь на те же поучения Саагаста, я говорю, ну как я могу нарушить волю духовного учителя? Вот скажите мне, на основе чего? Тогда они не смогли найти, где в Ведах сказано, что совет главнее Рахмана, потому что такого, ну я просто не знаю, ну тогда уже Кабалу просто надо взять и ее зацитировать, потому что в Ведах такого нету. Они взяли другую. Они несколько дней изучали тайную книгу Иоанна и сказали, что у меня здесь на обложке, вот, например, здесь, в этих четырех завитушках, вместо трех линий, две линии соединены. Вот. И что это значит, как преступление? Дальше, некоторая пропорция в трезубце не соблюдена. Тоже преступление. Хорошо. Конечно. Полистали ее, в некоторых местах, то есть одно слово должно было писаться зачеркнутым, а здесь оно осталось не зачеркнуто. В нескольких местах Ра было не выделено. Дальше, вот этот орнамент они признали особо нетрадиционным. То есть там в нескольких... Если ты хорошо присмотришься вот... Я вижу, а им понравилось, как она пахнет? Может она еще пахнет не так? Не, ну это очень существенный момент. Не, ну за это они не предъявляли. Ну вот по таким вот мелочам они сказали, что в принципе здесь идет надругательство над ведической символикой. Во-первых, я нарушил указы, во-вторых, надругался над ведической символикой. В-третьих, там некоторые смысловые нюансы им не понравились. То есть я открыто пишу о том, что есть традиция, что есть рахманы. Соответственно, основываясь на всем этом, они тогда меня еще не выгнали, просто острили. В смысле? Полностью все волосы срезали. Тебя? Да. Это как, тебя насильно держал кто-то? Какие хорошие дядьки? Ну хорошие дядьки, у них и охрана соответственно, там есть и все. То есть и кому подержать, и кому резать нашлось. И причем резали это не то, что ножницами острыми, а таким предметом, что я чувствовал, что прямо часть волос скорее вырывается, чем отрезается. Но после этого, как бы, я уехал оттуда... А где-то было еще раз? Ну это во Львове у них, на заседании Совета. То есть сначала я им сказал, говорю, в первой части заседания, я говорю, ну что такое, есть воля рахмана, кто из вас главнее рахмана? Ну да, может я там тупой и все, вот на основе традиций, на основе писаний, докажите мне вот это вам. Они это не нашлись. Когда ушли на перерыв, когда с перерыва пришли, они вот это все там зачитывали, сколько у меня здесь преступлений на каждой странице. Кошмар. На обложке вообще здесь полно преступлений. Даже я не знаю сколько. Я в действительности, я не запомнил все то, что они здесь сказали. А, еще они что-то говорили, что здесь орнамент слишком сплюснутый. То есть много они чего нашли. Там где-то должно быть косо, там ровно получилось. То есть они уже не за проповедь вас наказали, а за неправильное исправнение книги? Нет, полное на самом деле. Книгу ты ж не печатал сам, то есть ее где-то в типографии печатали? Ну да. Ну как же ж там можно... Ну получилось, что так, что тогда они должны признать свою ошибку. Они же собрались судить отступника, который нарушил указ. А так, что этот отступник им говорит, докажите. Они говорят, не мы не можем уходить с миром, так что ли? Я понял. Они нашли. Вот. Сколько у меня преступлений? Прямо террорист номер один. Я уже. Ладно. Дальше. Я от них уехал, по чуть-чуть проводил славления, по чуть-чуть это вот. То есть их, подожди, указ этот 80-ти, это значит никто не имеет права проводить славления? Никаких славлений. Никаких. Только в традиции тех, кто уже родовые, пока вековые последовательства. То есть грубо говоря, значит люди... И должны не чувствовать. Должны дальше деградировать в псевдорелигиях, значит никак не должны быть просвещены, пробуждены. Они это аргументируют так, что сохранность писаний превыше всего. Так и кому нужны эти писания, если о них никто не знает? Именно поэтому, именно потому что мне духовный учитель приказал проповедоваться, то я и не подчинился этому указу. Я бы мог сто процентов этому указу подчиниться, быть для них хорошим переводчиком, им хорошие переводчики нужны. Потому что многие из них не хотят уже изучать славянский язык, они хотят, чтобы им кто-то перевел текст и до них донес. Поэтому они были во мне очень сильно заинтересованы. Особенно те, что раньше были. Сейчас поляки, они меня практически даже не знают. Знают как такого вот нарушителя, вот так вот и все. А вот с теми я долго общался и они были достаточно сильно во мне заинтересованы. Ну тут тоже возникает вопрос, те, эти, как же они так меняются, где они находятся? Давай все-таки я тебе историю уже дорасскажу по порядку, чтобы было понятно, что в принципе и как. Дальше. Зимой стал вопрос о том, что было от одной из групп советников предложение. То есть они мне сказали, что давай постарайся объявить как автономную общину. Организационно от совета от единицы иногда раз в год общаться с ними, получать от них данные, получать указания и все. То есть потому что совет говорит, что они не хотят рисковать своей собой, своими писаниями и за общение с тем, кто там и в интернете видео есть и все остальное. И книги вот, то есть соответственно так. А вдруг там меня московская КГБ там где-то завербовала, пока я в Москве был. ФСБ. У них КГБ до сих пор. Я не знаю. Да. А, ну у тебя. Нет, у советников. Я понял, 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 понял. И дальше, когда начались эти переговоры, через время в Одессу прислали одного товарища не очень приятного, которого зовут Ордан Мирослав. Он вступил с Тереховым в контакт еще раньше осенью, когда я уехал в Россию. Он Рабиновичу начал писать сообщение, что типа, где там ваш этот глава, такой вот плохой весь и страшный, давайте его с под земли сюда тащите, чем он там занимается. Рабинович отписывал, но, очевидно, тогда они начали общаться. И потом этот товарищ вообще приехал в Одессу и где-то два месяца жил в Одессе, как минимум. Соответственно, вот он вам там что-то писал, гадости всякие. Мне много гадостей написал. Ну и насколько я понимаю, мистически влиял на всех, на кого он мог. Чувствительно. Что? Чувствительно он менял, но это достигло. Ну, поэтому, в принципе, профессионал. Лучше бы таких поменьше было. И, соответственно, после этого всего и случилась вот эта уже история, что к нему ехал человек с одного города, который собирался ему эти звезды привезти. А звезды, ты расскажи, для чего предназначались? Ну, точно для чего предназначались, я не знаю. Но, как мне сказал тот человек, что по всей вероятности они будут использованы против меня и нашей общины. Потому что там девять звезд разной степени освещенности и, в общем, если их определенным образом сложить, то есть три треугольника, указывающие на восток, те же самые освещенные, там другие еще двумя треугольниками вложить. В принципе, можно достаточно мощный ряду провести. Но есть такой канон, что, например, если у человека есть лидическое писание, если у человека есть какой-то священный знак, и он это везет куда-то, и ему на дороге встречается человек, который говорит, мне это надо, а вот, например, он везет там много писаний, а человек просто одно, а у него этого писания нет, то канон предписывает отдать тому человеку, которому надо. Поэтому, основываясь на этом каноне, он, соответственно, ту звезду мне и продал. Но потом эта звезда пошла товарищу Робиновичу. И она так у него и находится? По всей вероятности, да. А вот цена для Иордана такая же была бы? Очевидно, да. Я не знаю. Не, ну я там уже предлагала, как бы, эти деньги. Ну вот даже вот эта история, когда, например, было предложение товарищу Робиновичу, что, хорошо, отдавай звезду обратно, получай деньги за нее. Потому что тогда еще мало дней прошло, и он еще ее сильно запачкать не смог. Я ему звонил несколько раз, говорю, ну давай встретимся. Он сначала что-то говорит, в принципе, да, хорошо, потом что-то не это самое, а потом его друг звонит, а ты, случайно, не подставу какую-то готовишь для него? Боится? Нет, ну вот так было сказано. И вот так он закрутил, крутил несколько часов. Один перезванивал другому, другой третьим. Вы это все помните прекрасно. Я им всем звонил по очереди. В результате не понадобилось ему это. Деньги. Не, ну речь шла, он везде выставлялся, что он многодетный же папа. Да, он еще сказал так, что вот у него дети, и он прямо от детей оторвал и купил эту звезду. Ну тогда это вообще его проявляет как негодяя. То есть для себя купить какую-то там атрибутику, пусть даже четырежды священную, но когда дети голодные. Какая тут священная атрибутика вообще может быть? Если дети сидят голодные. Он там в интернете прямо писал, что вот из-за того, что он, значит, купил эту звезду, его дети сидели голодными и чуть ли не соседи им кушать носили. Понимаешь, Владик, я думаю здесь намного все глубже. Но я хочу еще кое-что рассказать, что более ясно прольет на него свет, в принципе. Этот человек был в трех англиистических одесских общинах. Сначала он был у Федора, вот этого, то есть областная община, так сказать, главная одесская община. Потом он нашел всех недовольных политикой Федора и создал, ну даже, наверное, не сам создал, а вместе с остальными создал как отдельную свою группу такую. Там он долго главой не задержался, он создал еще одну группу. Потом он сказал, все, я уже не глава, я уже рядовой. Потом он сказал, я у вас на правах гостя. И потом, когда он узнал меня, он сказал, да пошли вы все к чертям, я перехожу. То есть это вот как такой человек, который заходит в одну систему, ищет там каких-то несогласных. А почему? Потому что у него нет своих знаний, у него нет своего какого-то духовного опыта. И ему, соответственно, надо найти несогласных и сказать, что вот кто-то там такой вот злокозненный и копытный, и вот, значит, давайте против него бороться. А тут, получается, ему вот такая вот ситуация как раз интересная. К тому же, да, некоторые предметы, те, что он заказывал у меня, опять же, это не то, что я там их делаю и, соответственно, такими вот дороговизнами продаю. У меня вообще, в принципе, нет никакой вот такой вот заинтересованности этим заниматься, потому что, во-первых, это все надо еще достать, а во-вторых, еще потом люди начинают что-то там говорить, что чего оно такое дорогое, чего оно такое там, может, некачественное, может, еще какое-то. Соответственно, если он просил, то я ему доставал некоторые предметы, и он потом говорит, вот, в принципе, эти же предметы вот на привозе похожие, чуть-чуть дешевле. Он набрал ряд таких пунктов, которые он написал в своей статье первой, и в конце он за звезду. А тут этот недоученный ювелир тоже начал подписываться, что вот, так сказать, он ее делал. Просто как следственный эксперимент я предлагаю, чтобы этот ювелир сделал аналогичную звезду и доказал, что он может сделать. Вот по качеству, чтобы они взяли и рядом положили. Одно вот то, что реально сейчас у него есть, вторую то, чтобы он сейчас сделал. Потому что такую порнографию, как он раньше делал, я не знаю, может, он сейчас подучился, но раньше он страх сделал. Там перепонки были между, то есть там идет как девятиконечная звезда и еще меч в середине. А там перепонки он сделал. Нет, тут вообще все ненормально. Даже если бы вы были виноваты, даже если представить, что все это правда, то никакой же нормальный человек бы себя так не вел. Ну да, выставил, вот аферист, я всех предупреждаю. Все. В принципе, если вот он нашел афериста, то вполне нормально, чтобы он предупредил людей, что есть аферист. Ну и все, и на этом все должно было закончиться. Но другое дело в том, что аферист на самом деле тот, кто несет 1600 гривен за какой-то предмет, который принесет ему пользу, когда его дети голодные. Если это в действительности. А я не знаю, может и так. Учитывая его отношения, учитывая то, что он говорил про жену, я могу в это поверить. Что там нету денег. Что он возможно не так уже, что прямо они голодные, но что в действительности существенную часть он оторвал для своих каких-то потребностей. Ну самое главное, то есть деньги были собраны, чтобы ее купить обратно, отдать ему эти деньги, правильно? Да. Вот свидетель. Да. Потому что он сказал, что он будет ее плевать, топтать и прочее. И вот, соответственно, для того, чтобы не было надругательства над священной символикой, было ему предложено, что давай ее, получай деньги. Ровно. Не то, что там меньше. Ну, чтобы это все прекратить. Ровно. Вот столько, сколько стоит, столько и бери. А дай. Угу. Не помню. Не помню. Часов шесть, наверное. Как минимум. Ну, часов пять. Я ему звонил. Он начал всех, кого только мог подключать. Угу. Я еще там с тремя-четырьмя человеками по телефону общался. Вы это тоже помните. В принципе. Он как угодно пытался это вот. Вплоть до того, что говорит, а может ты меня тут вообще подставить хочешь? Как? На чем? На сумасшествии. Не сформируем. Ну так он на сумасшествии он себя сам подставляет. Потом следующее. Вот на радио Ведера. Пришел он. Пришел его дружок. Угу. И дружок говорит. Я пришел рассказать о ужасном человеке. Кошмар. А тебе милый. Да. Так вот. Это настолько ужасный человек, что я даже о нем не хочу говорить. Ха-ха-ха-ха. Я пришел рассказать, что я не хочу говорить, насколько это ужасный человек. Я вот клянусь, что он так там и сказал. Я понял. Исключительно содержательно. Может он чуть-чуть больше слов там сказал, но суть была такая. То есть это можно достать эфир тот и все проверить. Ну я понял. Надо кричать, что вот это человек плохой. Вот он плохой, потому что он плохой, потому что он еще раз плохой. Ничего себе. Я вот, когда у нас в октябре вот эта война была на конференции, я потом прочитал ту статью, с которой они бегали по всей конференции. А у меня тогда было две конференции, в которые они влезли. Это пространство православных славян, плюс подготовка к празднеству Всебожья. Обе я их сделал перед праздником открытые, то есть по ссылке любой человек может туда присоединяться. Если раньше только тот, который уже там есть, мог присоединиться. То я сейчас сделал так, что любой может войти. Что в пространство, что в подготовку. Вот они туда влезли и начали всем писать, читайте статью, читайте статью, читайте статью. Я ее открыл. Он там в начале чего-то написал, что евреев развелось 6 миллиардов в Израиле. В Израиле? Положишь плодятся, а? Что он там еще написал? В принципе, ну можно ее достать и почитать, но в этом нет смысла. Так он там еще написал, что в конце, если там кто-то меня там чего-то увидит или поговорит, я уже не помню. Надо прочитать молитву Крест Христов на весь мир освященный, а потом Гимн Пару. Вот это меня уже вообще довело. Что когда я эту статью дочитал до конца, я чуть под стол не провалился со смехом. Хотя в начале статьи он говорит, я вот как настоящий русич имею маленькие носики и большие уши. Одеваюсь в кольчугу со свастиками. А вот этот Арий плохой, он очень плохой. Он крест на себе христианский нос. Покажи, пожалуйста. Ну я нашел на себе знак Раты, а он его истолковал как крест. В смысле он у тебя идет вообще как крест или где? Ну в принципе нет. А, я понял, понял, понял. Ну тут теоретически можно... Он же Мальтийский крест, он же Кельский крест. Ну в принципе да, можно еще с крестом как-то соотнести. Но дальше он в конце статьи сам пишет молитву Крест Христов на весь мир освященный. Ну так надо было его спросить, а как же ж такое зло как крест, который ты носишь на себе? И с молитвой Крест Христов можно уйти, для очистки от тебя же, в общем-то. Я так и не понял. Есть вопрос, так пускай истолкуют нам недотепом. Нет, ну вот вторая статья там абсолютный бред. Он писал, что например, нашел мою фотографию с празднества, где у меня камень на челье, на него упал луч света и он как засеял так чуть-чуть. Он сказал, что у меня во лбу фонарик монтированный. Угу. Так ты жахтер, наверное. То есть... Есть вот в реальности, потому что я слышал ту сторону, я с этим непосредственно ювелиром разговаривал. Есть где вот эти статьи? Он сказал, что действительно есть на привозе и так далее вещи совсем другой цене. Точно такие же. То есть... Отчасти я с этим хочу согласиться, потому что, насколько я понимаю вот эти ритуальные предметы, которые используются и традиции, которые сейчас продаются по всей Украине, потому что я это видел не только в Одессе, еще задолго до того, как Рабинович сказал, что он это увидел на привозе, я это видел и на привозе, и я это видел еще в других городах Украины, в том же Львове и Киеве, в которых я ездил. То есть, да, те же вот подставки, которые используются для освещения воды, немножко более крывокосые, немножко более какие-то такие вот... Ну вот понятно, что вот хорошие, они делаются, очевидно, для последователей традиции, такие, то есть, ну очевидно, одни и те же заводы, ну даже не заводы, наверное... Мастерские. Возможно, или одни и те же мастерские делают, или по одному и тому же стандарту это делается одними и теми же приборами, то есть... Такое есть, то есть, схожесть там процентов до 99 чуть ли не может доходить. Ну, соответственно, кто ему мешал идти на привозы покупать? Он пришел ко мне, чтобы я ему достал то, что вот есть традиции, то, что используется. Я не знаю, кто там это где делает, кто там это где освещает... Да, мне дошло, что вот оно сделано как следует, что оно там освещено как следует... Соответственно, я это и для себя... Ну, грубо говоря, ты просто ее берешь в поднику, как и поддаешь в другие руки, да, то есть... Да, мне вообще вот эта идея того, что я должен чего-то кому-то продавать, совершенно не нравится по ряду причин. Ну, если он пришел и говорит, хочу, хочу подставку, хочу вот там воду освещать... Ну, надо же, соответственно... И это даже еще не с него началось. Это началось, что просто вот... Я еще в эзотерическом центре на Коблевской, когда людям проповедовал, а некоторые говорят, а где взять то, а где взять это? И так или иначе пришлось ездить некоторые предметы покупать за свои деньги, и чтобы потом другим людям... Я думаю, что тебе просто в будущем добычать таких претензий, сказать, что я могу достать вам вот по такой цене, но это будет такой-то освещенный и так далее. Но на привозе есть сразу, чтобы... Чтобы вы поняли, да? Он вообще одессит, он живет в Одессе. Я не одессит, я теоретически житель села, практически сейчас уже где угодно бываю чаще, чем в Одессе. Он одессит, он живет в Одессе постоянно. Привоз – это не что-то такое вот, знаешь, такое вот, что я там только знаю, он не знает. Я уверен, что если я, будучи несколько раз в Одессе, смог там заметить это, то он, наверное, это видел тысячи раз. Просто очевидно, он для того, чтобы ему было потом что сказать, он собирал материал. Он был со мной, он собирал весь материал. Он брал мне описание, он собирал мое мнение о совете. Не исключаю, что он потом это все передавал и Ордану. Потому что на начальных этапах он сам мне открыто осознавался, что он с Орданом общался. Он мне даже цитаты посылал с ихной скайп-переписки. Не, ну там еще было, что именно речения дорого, да, там эту семью приплели где-то в районе, в каком-то, что… Ну, тот ролик я не видела, но об этом говорили. Что там, типа, женщины говорили, что какие-то клятвы давали, и все так дорого. Но вот то, я когда прочитала, я сам ролик не видела, но я не поленилась. Ты недавно из-за «Трех хлебов» рассказывала. А, кстати, Радослав, что это за грязь на «Трех хлебов»? Что он насилует девушек? Вы читали это? Слушайте, это же… Боже, ну что, мало сумасшедших. Это же ужас. Вы скажите, пожалуйста. Я буду сейчас весь бред комментировать. Вообще, у нас праздница. Мы сколько уже часов… Не-не, ну это… Да вот этого «Долбиновича» припаскуднейшего потратить. Мы не достоин товарищ Рабинович, чтобы столько про него говорили. Да, Радослав… Не достоин какая-то тварь, которая про «Трехлебова» это все пишет, чтобы мы про нее говорили. Радослав, достоин ты, чтобы о тебе хорошо говорили. Поэтому задался этот вопрос, чтобы люди… получили на него ответ, да? То есть, когда выставляются на тебя какие-то претензии и так далее. То есть… Он же не знает, чем тебе верно. Поэтому… Твой ответ, понимаешь, важен. Мой ответ, я не получил от них никаких вообще внятных списков своих преступлений. То, что там на Дерибасовской они мне сказали, я им по одному разу на каждый пункт сказал, вот это нет, вот это нет, вот это так, вот это так. Соответственно, они мне еще десять раз это все перечислили и сказали, что я такой плохой и ужасный. Доказывают, что земля круглая, а у меня нет никакого вообще желания. Особенно людям, которые не хотят это услышать. Если бы еще было такое, что вот, например, человек там какие-то предметы пришел ко мне взял, а потом приходит на перевоз и видит, о, дешевле. И он думает, а что это-то. И он это как вопрос. А если человек вот открыто приходит и вот прямо уже у него цель сказать, что я аферист. Ну я понял, в принципе. Ну хорошо, до него я… Ну в ответ как бы, то есть я предложил, если есть желание у тех людей не пускать с людьми там в интернет, а встретиться и подискутировать, нормально уже, да, допустим. Да. То, пожалуйста, то есть мне скажешь, когда… Мне интересно, рядом с Солнцем Ра, да, там вот такой символ, такой черный какой-то, за очками у тебя просто… Аханеша. Вот это, достань. Это индусское изображение Бога Ханеша. Ну? Нет, не трогай Бог, пожалуйста. Только за нижнюю часть можно. Это… Ведах он называется Ханапатайя. Бог, отвечающий за связь в элементарных частицах природы. Почему слон? Ну он изображался у индусов с головой слона. У славян он изображался просто с головой юноши. Почему тогда он у тебя в индусском… Потому что мне его подарили в таком варианте. И я… Не смешон… Я его… Тише. Ответ… Что? Ну я просто смешон ответил. Ну, как, не смешон, а смешон ответил на то, что я его… Я понял, что… Вот человек, как свой дар, соответственно, приподнялся мне это. Угу. Добренько. Ага. Хорошо? Ты там наведёшь, потом правильно… А, ну да, это вообще всё это сейчас подрезаем. Зачем оно надо? С кто-то прорабили молочи? Нет. Блин, я для этого… А, ты хочешь, чтобы это в интернете… Конечно. Я же для этого тебе задавал эти вопросы. Ладно. Я задавал эти вопросы, чтобы это был в интернет ответ на… Это самое, это не для меня ты отвечал. Ладно. Ты может быть ответом. Ты нарежешь просто, чтобы поставить… Я же тебе уже сказал, что эти вопросы не ради… Это ради тебя, что… Хорошо. Потому что… Он уже отвечал на эти вопросы. А, отвечал? В «Неде»? Я читал. Нет, ну ты… Ему задавали вопросы о перепродаже. Я же тебе сказала, что он ответил на сюжет. Вообще, этот эфир на радио «Ветера» самый интересный, наверное, что у них был. Человек приходит рассказать о ужасном террористе на Мираде. Да. И говорит, он такой ужасный, что я о нём говорить не хочу. Не помню. Он уже и на ветах рая, этот Малышев, который там основной… Я просто не знал. Я понял, что он же сказал в «Славянском». Если надо, я могу это выложить. В «Славянском единстве», то есть, там, ребята тоже грязью поливали, там, бла-бла-бла и так далее. То есть, ответов как бы тебя не было, а вот, допустим, видеоответник… Ну, лично они мне не звонили и не спрашивали о чём. Ну, потому что там непосредственно приходит этот же ювелир. Женя, по-моему, вот. То есть, он уже и говорит о том, что… Но если подойти вот так вот, по-человечески, то если, например, мне кто-то приходит и говорит, «А, знаешь, там завёлся такой террорист номер один», то я, по крайней мере, всегда стараюсь узнать, что же там кто завёлся. Ну, это люди так, ты знаешь, это ты стараешься и, допустим, я там, кто там, еще грамотные люди… Поэтому я воспринимаю, что если они хотят узнать, как оно есть, то они должны были и узнать у меня, что я по этому поводу могу сказать. А лучше ещё у кого-то узнать, то есть, чтобы найти и одну сторону, и другую, какую-то нейтральную сторону. И чтобы это изучить всесторонне, грамотно. А если они хотят слушать их, ну пусть слушают. Ну, тут же ж, знаешь, не только они хотят слушать или я слушаю, просто… Ну, желательно, чтобы был ответ другой стороной, понимаешь? Если и нас будет. Поэтому ж я и забыл эти вопросы. Добренько. Вот.